В домашнем уюте есть что-то особенное. Ты защищен, вокруг те, кого любишь и кому веришь, на душе легко и спокойно. Многим из нас знакомо это чувство. Однако есть те, кто его лишен. Некоторым людям пришлось вынужденно оставить свою родину и переселиться в другие места. Мы называем это изгнанием. Что значит оказаться в чужой земле? Но Библия говорит, что именно это однажды произошло с израильским народом. Они были завоеваны Вавилоном и угнаны в плен. А также столкнулись с вопросом, что к этому привело и есть ли надежда вернуться обратно. Да и вообще вся библейская история связана с темой изгнания. Серьезно? Вся история? Да, давай вернемся к первым страницам Писания. Где жили первые люди? Их домом был прекрасный сад. Они должны были исполнить единственную заповедь, но не справились с этим. И в результате были наказаны. Точно. Были изгнаны из рая. Так и есть. Это событие служит прообразом истории Израиля. Этот народ жил в обетованной земле, соблюдая лишь одно условие – хранить верность завету с Богом. Но, к сожалению, они его нарушили и также были изгнаны. Если ты до сих пор не видишь параллели между изгнанием из сада и переселением Израиля, подумай вот о чем. К строительству какого города привело первое из этих событий? Да, речь идет о Вавилоне – том же месте, где позже оказались израильтяне. Но и это еще не конец. В первом случае Бог призвал Авраама оставить Вавилон и отправиться в обетованную землю. А во втором – это вселяло надежду в сердца плененных евреев. В конце концов, они таки получили свободу и возвратились на родину. Но она встретила их совсем не по-домашнему. Этой землей по-прежнему правили завоеватели, а ее новые жители упорно повторяли ошибки своих предков. Поэтому библейские пророки объявили, что период изгнания еще не завершен. Как? Ведь они снова находились в родных стенах. Да, но вот что очень важно. Далее в Ветхом Завете вавилонское пленение приобретает символическое значение. Оно олицетворяет чувство тоски почему-то большему, независимо от того, где ты живешь. Мне это знакомо. Я вырос в хорошем доме, но вокруг все равно был мир полный боли, смерти, трагедий и ошибок. Как чужих, так и моих собственных. Поэтому, согласно Библии, изгнание – это состояние человеческого сердца. Мы снова и снова действуем по одному и тому же сценарию и неминуемо строим свои вавилоны. А потом, где бы мы ни находились, каждый грустит о лучшем месте. Священные Писания обещали, что однажды родится царь, который освободит из вавилонского пленения весь мир. И вот спустя многие поколения мы встречаем еврея по имени Иисус из Назарета. Он много странствовал, призывая как израильтян, так и другие народы восстановить отношения с Богом и вернуться в их настоящий дом. Иисус искренне заботился об отверженных, учил быть добрыми и проявлять Божью любовь по отношению к обездоленным. Он говорил, что люди сбились с курса, а потому отгородились от ближних. Мы заточили себя в стенах собственной гордости и эгоизма, тогда как верный путь домой лежит через смирение, служение и прощение. Именно поэтому Иисус стал одним из нас, чтобы показать эту дорогу. Какой именно? Он сказал, я есмь путь. Его жизнь и жертвенная любовь оказались сильнее грехов человечества. Он подарил нам шанс вернуться в свой истинный дом. И теперь последователи Иисуса учатся жить по его примеру. Они верят, что начался настоящий возврат из изгнания и называют себя пилигримами на этом пути. Да, они говорят, что мир не является их домом и считают себя гражданами небес. Христиане по-прежнему живут вне своей отчизны, но ожидают пришествия Иисуса, которое преобразит весь мир и возвратит нас в настоящий дом.